Ребята, привет! Сегодня у меня для вас две классные новости. В общем, первая новость, то что мы с Ладой наконец-таки купили свет. Ура! Мы купили один источник LED света, YonGuo 900, по-моему, называется. И два источника тоже от YonGuo, они небольшие, вот у меня за спиной один и с другой стороны другой. И вторая новость, на основании которой я решил снимать сегодняшнее видео, это, конечно же, акустические панели. Я недавно занялся проектированием акустики в своей комнате. В этой комнате я работаю, свожу, записываю, делаю анжировки. И то, что я слышу из моих мониторов, оно мне просто не нравилось. Я не мог различить вообще реверберации, которые я добавляю или убираю, я просто этого не слышал. Вот, одевал наушники, да, все сразу слышно, но в мониторах, к сожалению, этого просто нет. И я начал искать решение этой проблемы. И, конечно же, основное решение это повесить акустические панели и расположить басовые ловушки. Что это даст? Это мне дало, на самом деле, очень четкую сцену. Я теперь гораздо лучше понимаю глубину звучания трека. Я гораздо четче слышу все реверберационные хвосты. Это дает мне возможность сводить еще более точно, еще более круто. Ну, в общем, делать свою работу гораздо более профессионально. Я решил, как бы, запечатлеть все, весь процесс того, как мы устанавливали эти панели. В этом мне помогал мой папа, мама, Влада, конечно. И вот весь этот процесс, он такой был, в принципе, интересный. Как вы можете заметить, у меня есть одна панель наверху, две панели по бокам для ранних отражений, еще одна панель по бокам. И басовые ловушки. Здесь в одной стороне две, и в другой стороне одна. На самом деле, у меня было, как бы, несколько вариантов, как мне эти панели приобрести или самому сделать. И я рассматривал, конечно, варианты сделать, сделай сам, как говорится. Но для этого, во-первых, нужно ездить по разным магазинам, закупать у разных компаний материалы. Во-вторых, нужно место, где тебе это будет несложно сделать. И третье, конечно, это время. Нужно время, которое ты потратишь на то, чтобы сделать эти панели, а так как я буду делать это в первый раз, я подумал о том, что вряд ли у меня получится сделать это с полпинка. Вот, и я решил рассмотреть второй вариант, то есть заказать эти панели. И сразу стал искать, у кого бы можно было эти панели заказать, чтобы они были в то же время качественные, но и не оверпрайснутые, и среднего ценового диапазона, так скажем. И я наткнулся в интернете совершенно случайно на компанию SLB Design, как пчела по-английски. Классная компания, дизайн сайта уже мне понравился. Я посмотрел, у них много разных вариаций. Есть акустические панели разных размеров, также есть отдельно акустик-бас, там тоже разные варианты. Основной материал, из которого делают эти панели, в принципе, это каменная вата. Она очень хорошо поглощает звуковые волны, и особенно на средних частотах, не только на высоких. На звонке по телефону я сразу спросил, из чего вы делаете ваши панели. Применяете ли у фенола какие-то ядовитые вещества? И мне сразу же сказали, что нет, ничего такого не применяется. Это экологически чистые панели. В принципе, это было еще одним поводом для того, чтобы я приобретал панели именно у этой компании. А второй момент, то, что эти панели можно было заказать в абсолютно разном световом оттенке. То есть, вам какой захочется, такой они вам сделают. Вот я взял красный, потому что, мне кажется, он классно подходит к моему сетапу. Хочу сказать отдельное спасибо этой компании за то, что они сделали все в срок, как обещали. В общем, мне кажется, что мне повезло с выбором. Ссылку я оставлю в описании. Сейчас мы перейдем как раз в то видео, которое мы снимали две недели назад, и вы увидите, как это все происходило с самого начала. В идеальном мире нам бы не пришлось обращать внимание на недостатки комнаты, потому что комната просто бы не имела значения. Она была бы настолько нейтральной, что мы бы не слышали ее отражение, ее гул. Но, конечно, в реальности все не так. В моей комнате акустическая система располагается вдоль короткой стены. У меня фазоинверторы на моих мониторах расположены сзади, именно поэтому я делаю еще небольшой отступ от задней поверхности. Мониторы у меня расположены на стойках. Это очень важно, потому что если вы будете их просто ставить на стол, на неизолированной от пола поверхности, то все вибрации, особенно низкочастотные, они будут распределяться по предметам, которые у вас находятся в комнате, и также по полу, и будут давать вам нежелательные отзвуки. И как мы слышим, здесь очень много таких нежелательных среднечастотных, высокочастотных отражений, которые влияют и размывают наше общее восприятие звука. Именно поэтому нужно заняться акустическим оформлением комнаты. Что использовать? Какие материалы? Первое, что приходит на ум, это всем известные любимые пирамидки из поролона. Но скажу сразу, этот вариант не подходит. Почему? Потому что этот материал, из которого делаются вот эти пирамидки, он недостаточно плотный для того, чтобы поглощать средние частоты. По большей части он работает только на высоких частотах. Но если вы обклеите всю свою комнату этими пирамидками, то у вас будет очень гулкое звучание, размытое в среднечастотном и низкочастотном диапазоне, но очень глухое в высокочастотном. И получается, что у вас комната будет глухая, но очень гулкая. Что касается низких частот. Для низких частот нам не подойдут обычные акустические панели, которые я размещу на стенах. Для низких частот они имеют очень большую длину, длину волны. И для того, чтобы их поймать, для того, чтобы их нейтрализовать, нужен плотный материал. А также по глубине ловушка низкочастотная должна быть гораздо больше, чем стандартные акустические ловушки. Теперь немножко расскажу про размещение акустических панелей. Главное, что нам мешает восприятие звука из мониторов, это, в первую очередь, первое отражение. И их очень легко определить с помощью простого трюка, с помощью зеркала. Если у вас есть друг или подруга, она может попросить ее встать вдоль стены и сами разместить на месте вашего прослушивания. И в тот момент, когда вы боковым зрением в это зеркальце увидите мониторы, в эти места и нужно закреплять акустические панели. Первое отражение, от которых мы можем избавиться, находится на стенах, на левой и на правой стене, а также очень важно на потолке. Но тут нужно быть аккуратным, потому что в потолке обычно проходят коммуникации, всякие проводка, и если вы будете крепить вашу панель на потолке, нужно быть уверенным в том, что никаких проводов не будет в месте крепления вашей панели. То есть, вы не просвердите случайный провод и не выключите свет во всей вашей квартире. В стенах попроще ситуация, но тоже нужно быть очень аккуратным, когда вы будете делать отверстия в стене, чтобы не попасть в проводку. Для этого можно использовать обыкновенный тестер, который вы проводите по стене, и он реагирует на то, есть ли там проводка. С первыми отражениями разобрались. Теперь разберемся с низкими частотами. Низкие частоты распространяются всенаправленно, они имеют круговую диаграмму направленности, именно поэтому большая часть низких частот скапливается в углах, в этом углу и в этом углу. Для того, чтобы нейтрализовать низкие частоты, ловушка должна быть расположена идеально в углу. Чем большую площадь угла она будет занимать, тем больше низких частот она будет в себя забирать. Я использую вот такие акустические панели. Глубина одной панели 100 мм, высота 1,20 м и ширина 60 см. Их как раз таки я и буду располагать на стенах, в местах первых отражений, а также одну я расположу на потолке, прямо надо мной. У этих панелей сзади есть крепление, за которые и подвешиваются они к стенам и к разным поверхностям, а это басовая ловушка. Как вы можете заметить, она угловая и чуть-чуть тяжелее, чем та акустическая панель. Их мы будем располагать в углах комнаты, и они нам помогут в поглощении низких частот. А теперь мы покажем вам процесс преображения моей комнаты. Ток не по объективу. А сейчас мы размечаем место, куда мы будем вешать наши панели по бокам, по стенам. Пока что мы прикрепили первые две панели на первое отражение здесь и на другой стене. Оказалось, что нам не нужно сверлить в них дырки, потому что они уже были от полок. Поэтому мы просто повесили как картины и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой у нас был интересный день, апгрейд моей студии. И я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Но пишите комментарии, и в комментариях желательно писать тему, на которую бы вы хотели, чтобы я снял следующее видео. Потому что тем очень много, и у меня очень много идей в голове. Я хочу снять вот обзор, например, про свои мониторы, также обзор про, может быть, аудиокарту, про плагины, которые я использую чаще всего. Так что не стесняйтесь, пишите. Я на все отвечаю, все читаю. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тест без акустических панелей. Один. Один. Раз. Два. Раз. 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 Жесть. Просто жесть. Разница какая-то небо и земля. Не знаю. Тест комнаты с ловушками. Один. Раз. 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 Продолжение следует...